Друзья, всем привет! Продолжаем вас знакомить с вариантами наружной отделки дома. Сегодня у нас очень интересный дом. Заказчик этих панелей очень долгое время выбирал себе фасад. Более года на это ушло. Что мы ему только не считали. И различные варианты сайдинга, и различные варианты панелей. Но в конечном итоге заказчик остановился на фасадных панелях Альтопрофиль, Каньон Монтана и Каньон Канзас. Гараж, соколь и эркеры на доме обшиты цветом темным. Канзас. Для фасада заказчик применил более светлый вариант. Монтана. Вообще, поделюсь опытом нашей компании. Это распространенный такой случай, когда заказчики долго принимают решения. Потому что выбор фасада это дело серьезное. И скорее всего, вы делаете себе один фасад на всю жизнь. И в выборе материала, и в выборе монтажной бригады нужно подходить с максимальной ответственностью. Поэтому, даже если вы себе, допустим, только построили дом, и он требует усадки, отделку пока что делать рано, отделка самого дома у вас где-то далеко еще в планах, не стесняйтесь, приходите в нашу компанию, выбирайте себе материалы. У вас будет много времени на то, чтобы подумать. А потом уже, когда вы приблизитесь больше к отделке, когда дом будет готов к этой отделке, мы сможем сделать замер, посчитать точные материалы, и вы уже будете знать, что хотите. Соответственно, для того, чтобы вам было легче себе сделать выбор, мы и снимаем эти видеоролики, в которых показываем готовые решения на наших домах, показываем видеоролики с инструкцией по монтажу, на тот случай, если вы самостоятельно захотите делать монтаж, или вам необходимо будет проконтролировать свою строительную бригаду. К отделке этого фасада мы приступили еще зимой. На этой неделе завершаем все работы. Изначально этот дом выглядел вот так. Естественно, этот дом требовал утепления и отделки, так как мы живем в холодном регионе, в Иркутской области. Чаще всего у нас утепляются дома в два слоя. Вот этот дом не был исключением, он у нас утеплялся в два слоя. Какие работы мы здесь выполнили? Утеплили дом в два слоя. Мы живем в Иркутской области, как я уже сказал, где в утеплении нуждается почти каждый дом, который используется для круглогодичного проживания. Здесь мы его утепляли в два слоя. Если у вас, допустим, дача, и вы не планируете туда приезжать зимой, она вам необходима только летом, чтобы собирать урожай, чтобы приезжать на шашуки, то, конечно, дом может обойтись без утепления. Но на самом деле утепление дома, оно работает не только зимой. То есть утепление – это теплоизоляция, оно не дает зимой холоду проникать внутрь дома, а летом это работает абсолютно наоборот. У вас в доме прохладно, на улице жарко, и вот эта высокая температура, она не попадает в дом. У вас, получается, улучшается микроклимат и зимой, и летом. Установили гидроветрозащитную мембрану, чтобы защитить утеплитель от попадания влаги и выдувания тепла из утеплителя. Установили подсистему. Фасадные панели монтируются только на подсистему для создания вентиляции под панелями. С помощью подсистемы мы также выровняли все стены, так как при строительстве дома из газобетона строители могут неровно выставить стену, будут небольшие завалинки, соответственно, при отделке это все будет видно. А если дом деревянный, то после усадки изменяется его геометрия. И деревянный дом тоже необходимо выравнивать. Подшили карнизные свесы перфорированными софитами. С помощью перфорированных софитов создается вентиляция фасада и вентиляция холодного чердака. Установили водосточную систему. Смонтировали фасадные панели двух видов и установили декоративные углы Альто Декор. Кстати, в 2022 году ни один из других производителей, помимо Альто Профиля, еще не стал выпускать вот такую вот декоративную систему отделки углов или хотя бы что-то на это похоже. Поэтому вот такие вот углы, их можно считать эксклюзивными. Заказчик здесь решил сделать углы под цвет софитов. Но мое субъективное мнение, что шоколадные углы под цвет цоколя здесь подошли бы немного лучше. Но, естественно, заказчики самостоятельно принимают решение и мы не навязываем свою точку зрения. На нашем канале была инструкция по монтажу декоративной системы отделки углов Альто Декор. Она состоит из двух основных элементов. Это крепежная основа, которая крепится на подсистему. Естественно, крепежная система это тоже вентилируемый фасад, под который проветривается воздух. И также состоит из декоративных отделочных элементов, которые существуют трех видов. Есть такая небольшая узкая полосочка, есть квадратная и есть широкая, которую мы применяли на этом объекте. Здесь есть очень важный момент. При монтаже декоративных элементов вам необходимо четко понимать, как вы будете устанавливать эти элементы, потому что после того, как вы защелкнете декоративные элементы в замки, у вас не будет возможности ее обратно вытащить. Она защелкивается один-единственный раз. И чтобы вытащить этот декоративный элемент, вам придется либо его распилить, возможно, вы повредите какую-то часть крепежной основы, и вам потребуется замена крепежной основы. Либо уже монтировать в другом порядке, потому что вы нарушили вот этот порядок. Перед монтажом я бы вам рекомендовал начертить на бумаге, и после этого уже начать монтировать. Но в данном случае у нас все просто. У нас углы монтируются следующим образом, и перепутать здесь вообще что-то сложно. Также необычным решением на этом фасаде было использование декоративных углов альтодекор для разделения гаража и основного фасада. Мы здесь разделили крепежную основу пополам, и закрепили здесь декоративные элементы просто с одной части. Получилось это интересно. Будущим нашим заказчикам можно взять такое на заметку. Я бы такое применял бы и на своем доме. Здесь, на этом фасаде, еще можно обратить внимание на то, что у заказчика был изначально полукруглый эркер. Мы здесь выставляли обрешетку чуть-чуть чаще для того, чтобы загнуть полукругом эти панели. Завод не дает гарантию на такие случаи, потому что панели должны монтироваться на ровную обрешетку и устанавливаться ровно. Здесь уже на ваше усмотрение, как на заказчиков, вы можете применять такое решение, но нужно учитывать, что гарантий на вот эти панели не будет. Как мы здесь поступили? Сделали обрешетку чуть-чуть почаще, начали монтировать панели. Обязательно при таких условиях монтаж нужно осуществлять в теплое время года, потому что на морозе, если вы будете загибать панели, они могут лопнуть. Это возможно смонтировать только по теплу. Вообще, что касается цены, фасадные панели, они относятся более к такому премиум сегменту. Поэтому нужно учитывать, что материал с хорошей прочностью, с хорошей цветостойкостью, с длительной гарантией не может стоить дешево. Многие заказчики приходят, хотят себе купить фасадные панели, но по бюджету им не хватает. В таком случае можно применить фасадные панели для цоколя или, например, чтобы выделить эркер, а сам фасад сделать себе, например, из сайдинга. Вот в последнее время наши заказчики все чаще принимают такое решение, что какую-то часть дома мы выделяем одним материалом, а другую часть дома делаем из более бюджетного материала. Получается это недорого и смотрится очень красиво. Но если вы хотите сэкономить бюджет и хотите, чтобы у вас весь фасад был под камень, а не как сайдинг, например, с имитацией дерева, вы можете использовать новинку. Это формованный сайдинг. Он идет, получается, из ПВХ, как обычный сайдинг. Он тонкий, гибкий, не такой жесткий, как фасадные панели, но по внешнему виду он очень похож на фасадные панели. И неопытный человек даже не отличит, где использован формованный сайдинг, а где использованы фасадные панели. Но при использовании формового сайдинга вы очень сильно себе сэкономите бюджет. Что касается вообще принципиальных отличий обычного сайдинга от фасадных панелей, если вы только вот на этапе, что у вас зародилась идея отделки себе дома, сайдинг это имитация дерева. Они бывают однотонные, бывают в покрытии под дерево с рисунком разных пород дерева. Сайдинг, он имеет у себя ограниченную длину. Как правило, он идет 3 метра, либо 3,6. И чтобы нам соединить несколько отсеков сайдинга, нам необходимо применение стыковочных планок. У фасадных панелей такого нет. У них есть вертикальный замок, с помощью которого панели стыкуются между собой. И мы на фасаде не имеем визуальных стыков. Стыковочная планка в нашем случае не нужна. Если сайдинг это у нас имитация дерева, то фасадные панели это у нас имитация камня, кирпича. Коллекций очень много. Каждый человек найдет, что ему будет по душе. Камни различных фактур. Есть мелкая честь и камень, есть крупный камень. Каждый год появляются новинки. И если у вас где-то в далеком будущем только стоит отделка фасада, у вас есть очень много времени, чтобы повыбирать себе панели. Для отделки гаража были применены стандартные углы от фасадных панелей цвета Канзас. Если, допустим, сравнивать стоимость обычных углов от фасадных панелей и декоративных элементов Альта Декор, может показаться, что Альта Декор, он выходит значительно дороже, чем обычные углы. Но нужно учитывать, что углы от панелей, они, как правило, имеют размер одной панели. А система отделки Альта Декор, она идет метровая. И нам нужно сравнивать с вами несколько углов с одной крепежной системой и декоративными элементами. Если пересчитывать в смете на весь дом, разница там получится невелика. Поэтому тут вы примерно плюс-минус в одном бюджете можете себе выбрать либо то, либо то. Стандартные углы от фасадных панелей и систему Альта Декор можно применять для стыковки различных панелей. Например, мы здесь могли применить одну коллекцию, на этом фасаде применить другую коллекцию. Помимо этого, мы можем использовать почти любые углы для другого вида коллекции. Например, если вы хотите, чтобы у вас фасад был под кирпич, а углы сделаны под камень, такое реализовать возможно. Отделка окон, дверей и гаражного проема у нас выполнена из металлических угловых планок. Здесь еще нужно понимать, что когда изначально вы планируете только свою отделку, у вас окна установлены на какой-то глубине. Бывает такое, что, допустим, в газобетонных домах или деревянных домах окна установлены заподлицо со стеной. Но когда вы будете себе устанавливать систему навесного вентилируемого фасада, у вас стена будет выдвигаться немножко вперед за счет слоя утепления. А здесь оно в два слоя было, в 10 сантиметров. За счет создания вент-зазора, за счет выравнивания стен. То есть примерно на 20 сантиметров у нас выдвинулась стена вперед. Соответственно, вот этот проем, он у нас еще больше увеличивается в глубине, чем был изначально. Не всегда мы можем применить пластик для отделки таких углов, так как пластик ограничен в своей ширине. Металлические планки мы можем изготовить любой длины. У нас есть собственный листогиб. И здесь это уже изготавливается по месту. После того, как мы выставили под систему, утеплили дом, мы знаем, что здесь, допустим, у нас глубина 50 сантиметров. Соответственно, мы изготавливаем угловые элементы на 50 сантиметров. Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравилась отделка дома и это видео, делитесь им с друзьями. Я рекомендую вам использовать только качественные материалы для отделки своего дома, чтобы фасад вам служил долго, и у вас потом не было разочарования, что вы сэкономили, купили себе некачественный материал, и фасад у вас получился недолговечный. Подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»